В Кранотском заповеднике завершается зоологическая перепись. Ученые не просто пересчитывают медведей, но и фиксируют в дневниках и учетных листах их описание. Характер, пол, размеры, приметы и обязательно семейное положение. Самым запоминающимся представителям камчатской фауны дают забавные клички. Среди таких бурых индивидуальностей есть Балу, Матрёна, Ветеран, есть даже Колобок и другие. Каждый из них со своим норовом. Тем, кто не вдохновляет, дают просто порядковые номера. Я вижу, что Матрёна, если подойти к её медвежатам, она сделает три выпада, и будет очень страшно для себя. Ну и даже для меня. Специалисты обходят места обитания зверей. Правда, в гнездовище хищников не заглядывают, чтобы не потревожить. Медведей регистрируют на расстоянии через бинокли с возвышенностей и береговых террас. Каждый медведь – это индивидуальность. Должен ему присмотреться, привыкнуть, посмотреть его повадки. Опасен или не опасен, как он сплюет. Каждый новый медведь – это скрытая какая-то угроза, нужно изучать по новой. Сведения о косолапых легче собрать, когда звери отплечены травами, ягодой или рыбой. Тогда они не отвлекаются на лесных переписчиков. В России самый медвежий край – это юг Камчатки. Но концентрация именно по заказнику на озере может постоянно меняться. Здесь есть, во-первых, еще Камбольное озеро, река Камбольная. Естественно, медведь постоянно эмигрирует, где больше пищи. После обработки всей информации сотрудники определят плотность медвежьего населения на каждом конкретном участке и тенденции развития медвежьего социума. Игорь Александров, Денис Алексеев при поддержке Кранотского заповедника. Телекомпания «Причал». Новости. Субтитры создавал DimaTorzok